У нас сегодня есть отличная возможность поговорить не только о блюдах высокой кухни, об алкоголе и о каких-то новых продуктах. С Алексеем у нас есть возможность пообщаться о том, как можно поддержать малый и средний бизнес сегодня. Алексей, здравствуйте! Я думаю, что вы, как эксперт, способны дать нам несколько советов. Советов я вам не дам, потому что советы сегодня, собственно говоря, присутствуют на этой выставке. Вся эта выставка, она и нацелена на поддержку малого и среднего бизнеса, бизнеса наших клиентов, клиентов нашей дочерней компании, которые приглашены на эту выставку и которые здесь присутствуют в массовом количестве. И мне кажется, что как раз успех этой выставки во многом демонстрирует и то количество клиентов, посетителей этой выставки и их заинтересованность в участии во всей программе, которую предлагает им наша дочерняя компания MetroCash & Carry в России. Но на самом деле эта выставка служит для нас еще и поводом, площадкой для разговора о том, как себя чувствует малый и средний бизнес в России, какими мерами поддержки можно его еще действительно укрепить и, так сказать, выстроить на более эффективную, на большую эффективность, на большую конкурентоспособность с крупным, как ни странно, бизнесом. И этот диалог мы ведем здесь как с нашими бизнес-партнерами, так и с государством. Я напомню, что вчера у нас был здесь на выставке визит министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, с которым мы как раз говорили на эти темы. У нас партнеры, с которыми мы взаимодействуем, это государственные банки, такие как Сбербанк, генеральный партнер нашей выставки и внешэкономбанк, и как раз и с Герман Оскаровичем Грепом и Игорем Ивановичем Жуваловым. Мы тоже не только говорим о том, какие программы устраивать, но и выстраиваем программы. Были подписаны соглашения и со Сбербанком, и с внешэкономбанком, и мы вот пытаемся соединить нашу компетенцию, компетенцию работы с малым бизнесом в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса и в сегменте мелкоформатной торговли с теми инструментами поддержки, которые развивают вот эти вот учреждения и которые предлагает само государство в лице правительства. И здесь действительно получается. Сейчас вот как раз вернулся с площадки, где в кругу рестораторов шел разговор с Министерством промышленности и торговли о том, как поддержать малый и средний бизнес и ресторанный. К чему пришли? Пришли к тому, что есть целый ряд проблем, которые надо серьезно и во весь голос ставить перед государством, потому что есть проблемы и с образованием квалифицированных кадров, и с привлечением в отрасли, и с налогообложением, и с целым рядом других аспектов, которые, в принципе, если бы государство действительно могло бы и осознать, и создать какие-то механизмы решения этих проблем, существенно бы подтолкнули бы наш ресторанный бизнес, причем мы говорим именно о малом и среднем бизнесе, который создает разнообразие, многообразие нашей с вами личной жизни и, собственно, способствует созданию комфортной среды нашего обитания, вот, мы бы подтолкнули бы его действительно к развитию, да. Это послужило бы и более комфортному жизни ощущению непосредственно самих россиян и привлечению туристов в нашу страну. Самый главный вопрос, который наверняка интересует всех предпринимателей малого и среднего бизнеса, куда обращаться за помощью, если таковая нужна? На самом деле, однозначного ответа нет. Я думаю, что для наших партнеров и клиентов адрес метро – это действительно такая очень важная и ощутимая помощь, потому что иначе бы, я повторяюсь, здесь не было бы наверняка столько представителей малого и среднего бизнеса, потому что им здесь оказывается помощь практическими делами. Им показываются новые продукты, им показываются новые тренды на рынке, им показываются готовые решения, такие как вот франчайзинговая модель по соль или вот готовые решения, типовые решения для уличной, например, гастрономии, да. Проводятся обучающие мер, причем по разным направлениям – от эффективности бизнеса до выполнения разного рода регулятивных требований, да. И это весьма существенная поддержка, которую, по своему опыту знаю, очень трудно получить представителям малого бизнеса, особенно если они удалены от Москвы и работают в регионах. Вот. Поэтому вот это вот привлечение сюда малого бизнеса, их прямое общение с специалистами, будем называть свои вещи именно с гуру тех или иных вопросов, да, это действительно очень дорогого стоит и высоко ценится. Я знаю, что высоко ценится как раз вот это вот усилие метро, которое вот выводит на такой разговор и предлагает поработать и осознать вот конкретные темы, которые сейчас волнуют рынок и с помощью которых можно успешно развивать свой собственный бизнес. Но это еще один аргумент в пользу MetroExpo 2019, поэтому если вы не присутствуете сегодня по какой-то причине, следите за нами онлайн, потому что такие гуру, как Алексей Григорьев, с удовольствием поделятся своей экспертизой и расскажут о том, как сделать свой бизнес успешным. Вам я хочу сказать большое спасибо, что вы делили время и желаю нам успешного бизнеса и надеюсь, что в следующем году у нас будет в два раза больше. Совместного успеха в совместном бизнесе. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok